Все, я с вами. Дорогие девушки, я еще раз очень рада быть с вами. И сегодня я больше буду не как нутрициолог с вами разговаривать, а как женщина, которая тоже хочет сохранить фигуру за время этого вынужденного нашего время пребывания. А я посадила себя на неделю раньше на самоизоляцию, для того, чтобы показывать пример, что это важно сегодня, для того, чтобы не дать распространение этой эпидемии. И вот, что я обнаружила. За неделю понятно, что когда у тебя целый день проходит не дома, тебе некогда покушать, плюс ты бегаешь, активность такая очень, ну, активная жизнь у меня, например, знаю, не знаю, как у вас. И тут вдруг четыре стены. И вот, я правда не набрала, нет, у меня весы стоят, весы анализаторы, я контролирую свой вес. Но что я заметила? Вот это вот обездвиживание, понятно, что даже если мы будем так же кушать, как и прежде, то есть угроза, что мы наберем вес. А впереди лето, весна, лето, мы хотим быть красивыми, но я сегодня буду говорить немножко о другом. Смотрите, что обычно происходит? Мы, например, не хотим набрать вес, или мы вот еще чего-то не хотим. И у нас получается жизнь такая, когда мы от чего-то отказываемся, убегаем от чего-то. То есть я призываю сейчас совершенно по-другому посмотреть на это, на эту нашу задачу, не проблему, а задачу. И смотрите, с какой стороны. Мы не будем с вами говорить, что вот мне нужно меньше ездить, положим, да. Ой, я боюсь поправиться. А мы должны четко сформулировать, что мы хотим. Этому я уделяю внимание, когда мы работали с вами с деньгами, да. Я делала большой акцент на то, чтобы мы сфокусировали свое внимание на цели. Сейчас точно такая же история. Мы не будем с вами думать, как бы меньше съесть, чтобы не поправиться. И как бы там вечером мы не вытащили все, что есть в холодильнике, да. Об этом мы тоже поговорим о питании, о культуре питания. Но для начала мы должны четко сформулировать, что я хочу, какой я хочу быть к лету, какой я хочу быть в принципе. Потому что вот это постоянное качели, когда мы то туда, то сюда, то поднимем вес из-за каких-то стрессов, из-за каких-то вынужденных вот таких вещей. А потом мы садимся на диету, потом мы начинаем себя истязать. Где любовь? Любви нет ни в одном случае, когда мы себя ограничиваем. Вернее, когда мы себя закармливаем, да, это плохое отношение к себе. И наоборот, уж точно любви нет, когда мы на жесткую такую диету ограничиваем себя питанием. Поэтому у нас есть время с вами для того, чтобы мы в ближний раз задали себе вопрос. А что же я хочу? Чтобы мы не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Но есть такое мнение, что мы вообще-таки переболеем, ребята, этим вирусом. И в легкой форме кто-то, в боли там и сложной. Ничего-то страшного не происходит, да. Сейчас нужно самое главное – это беречь себя, а не контактировать, чтобы... Ну, чтобы это было, вот, и прошло менее заметно. Потому что уже переболели многие люди, не заметили, вот, больше страха, чем на самом деле. То есть такое нормальное предостережение, да, себя, ограничение, но в совершенно спокойном состоянии, да, вот, в спокойном, ровном состоянии. Мы никогда не должны допускать ни паники, ни страха, потому что именно в момент, когда мы паникуем, когда у нас стресс, когда мы, там, переживаем, мы начинаем деться. Деться больше, чем нам хочется. Вот, если такое случается, помогите тебе какой-то, ну, успокоительным чаем, а еще лучше, нагрузкой на тело. Включайте музыку, танцуйте, двигайтесь под музыку, можно отжиматься, можно приседать. То есть когда мы загружаем свое тело, то мы тем самым стрессы убираем. То есть это очень хорошо работает через помощь телу. Учитесь ходить прямой спиной, осаночку держать. Это тоже очень круто. Вот, шли к стенке, да, встали ровненько, макушкой потянулись вверх, запомнили это вот положение и ходите, ходите, ходите. То есть понятно, что мы сейчас все сели вот в компьютер, я тоже, да, сидел сейчас. Но через 40 минут, максимум через час встаньте и сделайте что-то, да. То есть движение обязательно, потому что движение будет способствовать и все-таки сжиганию, да, калорий, которые мы накушаем, и расслаблению тела. Потому что любая тревога, любое переживание – это спазмирование тела, да, спазмирование клеточки. И тем самым мы нарушаем все гневные процессы и питание клеточки, да. Вот движение – это, ну не, даром говорят, движение жизни. То есть старайтесь двигаться обязательно. Ходите по комнате, танцуйте, как я сказала, сжимайте, приседайте, все что угодно. Но движение должно быть, потому что вот это вот резкое ограничение, оно, конечно, небезопасно, так скажем, да, для нашей талии в том числе. Дальше, значит, сформулировать четкую цель. Я не так, что, ну, например, у кого-то уже есть лишний вес, да, еще до этого карантина, и боится еще больше набрать. И мы можем сказать как? Я хочу сбросить 2 кг, я хочу сбросить 5 кг, ой, мне надо похудеть, ой, там я… То есть мы можем загнать себя еще и этим, дополнительный стресс. Чтобы этого не случилось, сматываем, мы говорим так. Я хочу быть стройной, красивой, молодой, несмотря ни на какие обстоятельства. Еще раз, да, мы построим вот этот путь, выработаем стратегию только в том случае, если мы знаем, зачем нам это надо. Поэтому, пожалуйста, не насилуйте себя. Понимайте, что вы хотите лучшего для себя. Вы хотите выглядеть лучше, чувствовать себя лучше с каждым днем, а не уходить от каких-то лишних килограмм или вот пороста, понимаете, идею. Не боремся, а делаем, приносим себе удовольствие. Вот, это первое. Если белковым, хороший, ценный, не углеводы, не бутербродик с кофейцем. Выпиливать. Потому что профилактики и вообще, в принципе, надо много пить. Хочешь пить, пей, хочешь есть, пей. Да, первое, что мы должны делать, это выпить стакан воды при ощущении, вот, если мы хотели кушать. И только через полчасика, если еще вот мы хотим есть, да, мы будем кушать. Потому что, если, вот, иногда наш организм дает сигнал голода, но это совсем не голод, это обезбоживание. Ну, вот бывает такое. То есть, пить мы хотим, вот, когда жажда, это уже вот когда действительно серьезная такая проблема, когда мы обезбожены. А обычно мы не можем распознать, это голод или жажда. Итак, мы начинаем день с воды. Со стаканчика воды. Лучше в теплом виде. Это может быть вода с лимоном. Это может быть вода с лимоном. Чтобы быть в маленьком такой хороший, белковый, не надо на завтрак съесть. Постепенно организм перестроится и все будет хорошо. Но завтрак и обед, ну, опять же, не просто, чтобы набить желудок мы едим, да, все-таки это питание, да, питание, которое будет сносить нам пользу. Поэтому смотрите, чтобы было достаточно белка, смотрите, чтобы было достаточно углеводов долгих. Ну, это вы все знаете наверняка, об этом много написано. Все, ну, мы вообще очень грамотные. Мне кажется, каждый человек сейчас знает вот эти вещи, что углеводы простые желательно ограничивать, потому что ничего, кроме лишних килограмм, они не приносят. И еще много-многих, много всякой, всяких неприятностей, короче, да. Поэтому больше овощей я что делаю? Например, трепка, например, речка, редиска, ну, кто что любит, морковь, очень вкусный салат, мне нравится морковь, свекла и орехи грецкие добавить туда, заправить маслом растительным, хорошим. То есть на ужин лучше всего овощи, то есть вот на ужин. Почему? Потому что если мы вечером, на ночь будем есть белковую пищу, то смотрите, что мы делаем. Белку нужно время для того, чтобы перевариться в нашем желудке. Исключением может быть только белковый коктейль, да, и торт, хороший сыворотичный белок, чтобы который быстро усваивается. Все остальное – это нагрузка на нашу пищеварительную систему, и это, как, ну, обычно, недопереваренная пища будет, которая будет в ней разлагаться ночью, и вот все это у нас потом будет всасываться в кровь. А утром просыпаемся, нет настроения, нет энергии, встал, как будто огонь раздружался. Это именно поэтому, что ночью, когда мы должны отдыхать, наш организм, нашему организму пришлось работать. Вот, поэтому смотрите, завтрак хороший, белковый, вместе с долгими углеводами, да, кто не знает, откройте, посмотрите. Обед должен быть тоже хороший, нормальный, полноценный, с овощами, с мясом, с рыбой. А на ужин овощи в этом случае вы будете и хорошо отдыхать, и хорошо выглядеть, и хорошо себя чувствовать с утра. Вот, значит, еще какая рекомендация. Ну, и все это время, да, в промежутках между едой мы пьем воду. Вода сразу не идет после того, как мы покушали, мы это знаем, то есть мы не закиваем еду, мы делаем это либо до, там, за полчасика до еды, либо после. То есть во время еды мы ни чай, ни кофе, ни компоты не пьем, да, это вы тоже знаете. Вот, что еще? Что еще? Если все-таки вечера нам есть хочется, что делать? Ну, пока мы не привыкли, да, пока не вышли на этот режим. Есть такая рекомендация. Особенно, если, например, вы сходили в магазин, и сходили в магазин, а не дай бог в состоянии голода, да, и вам захотелось и того, и другого. Вот, сейчас с магазином послажнее, наверное, да, но все равно сходим. Вот, и вы пришли домой, и хочется всего, что вы купили. Либо вы пришли из магазина, приготовили еду, и вместе со своими членами семьи покушали. Но, замечайте, за собой такое, что хочется открыть холодильник, хочется что-то еще взять, что-то еще какой-то сухарик, печенье, что-то еще съесть. Почему это происходит? Потому что чисто психологически вы уже глазами хотите всего, ну, вот, что, то есть вы сначала захотели это съесть, да, вот, увидели, или вспомнили, вот, я бы съела это, 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 в состоянии голода. И даже когда вы покушаете, у вас вот это желание, оно осталось, оно никуда не ушло. И вот начинается вот этот вот догонять, да, то есть еще захотелось что-то, еще захотелось, еще захотелось, чтобы этого не было. Какие мои рекомендации? Берете красивую, большую тарелку, и сразу же, перед тем, как вы съели, если ужин, положите туда все, что вы хотели, да, вот, что, о чем вы вспоминали, с предвкушением, что я бы вот этого съела, я бы вот это все. Положите в эту тарелку всего, ну, по чуть-чуть, и основное количество у вас должно быть там овощей, то есть пусть там будет много салатов, пусть там будет капуста, пусть там будет помидор, огурец, пусть там будет много разных цветов овощей и того, что вы хотели покушать, но маленькими количествами, да. Даже если вы хотели там и мясо, да, вот я говорю, что лучше вечером этого не делать, но маленький кусочек положите, он незаметно, так скажем, для организма пройдет, но вы удовлетворите свои вот эти вкусовые потребности, и у вас не будет вот этой, вот этой, что вы захотите догнать, да, вот, предвкушение, которое было. Вот, вот такой вот секретик маленький, который помогает, и если у меня вот девушки это делают, мои рекомендации, со временем уходит вот этот вечерний жор, так называемый, да, вот. Вообще наш организм, он очень мудрый, он очень умный, он очень преданный, если мы к нему будем относиться с любовью бережно, понимая, не то, что вот, ну, есть до чего натолкать и пошел, да. Нет, мы все-таки живем не для того, чтобы есть, да, а мы едим, питаемся для того, чтобы жить хорошо. Вот, когда у вас вот эта философия появится, да, у вас все начнет меняться, и фигура со временем, она приобретет ту форму, которая для вас оптимально хороша. Потому что мы все не можем быть моделями, там, 50 килограмм или 55, ну, девушки, я вас вот просто призываю, не вообще не обращайте внимания на вес, потому что у каждого он свой, есть нормы, которые, ну, я вообще не люблю придерживаться этих норм, потому что иногда смотришь на женщину, такая красивая, такая стройненькая, все хорошо, а она вдруг говорит, я хочу братом 2 килограмма, 3 лишних, почему, где они все лишние, по моему росту, значит, он лишний. Где-то в таблице посмотрела, где-то, значит, почитала, не верьте никаким таблицам, я вас умоляю, смотрите по своим ощущениям, если вы себе нравитесь в зеркале, если у вас ничего нигде не висит, если вы подтянуты, если у вас все замечательно, если платье на вас сидит замечательно, если вам делают комплименты, то есть больше замечайте о своем, как вы чувствуете себя, легко ли, да, уверенно, больше надо смотреть за осанкой, больше надо смотреть, потому что вот тоже осаночка, если ее держать постепенно, то есть если правильно ходить, приучать себя правильно ходить, то получается, вот мы тянем, когда макушку вверх, у нас все выстраивается, вытягивается, и животик подтягивается, понимаете, и животик подтягивается сам по себе, нам даже не надо придумывать ничего, то есть это, вы знаете, как клубочек такой, ты начинаешь с какого-то конца потянешь, и все начинает разматываться, так и здесь, неважно, с чего вы начнете, или с осознанности, что вот я пытаюсь для того, чтобы выглядеть хорошо, для того, чтобы жить хорошо, а не для того, чтобы сбросить какие-то килограммы, я хочу двигаться для того, чтобы мне было легко, для того, чтобы мне было приятно, для того, чтобы меня, вот я радовалась своему телу, движению, потому что забываем о теле, но не забываем о лице, ходим к косметологам, что-то там колем себе, не в этом молодость, молодость в вашем состоянии, состоянии тела, как вам хочется двигаться, бежать, вставать, делать, вот она молодость, да, и сияние ваших глаз, а не в идеальной коже, это уже шлифовка, это плюсом, все хорошо плюсом, но основная вещь, это здоровье, и в здоровом организме лишние килограммы ваши лишние, не в принципе по таблице лишние, как я сказала, а ваши лишние, у каждого есть какая-то своя идеальная форма, и она может быть чуть полноватой, она может быть, ну, наоборот, кто-то, да, худенький такой, это индивидуальность конституции, поэтому давайте ей придерживаться, и не будем мы всех под одну гребенку, под какие-то опять же рамки, стандарты, это вообще никому не нужно, да, вот, что я еще не сказала вам, значит, вот водичка, витамины, конечно, да, то есть, если мы сегодня, ну, каждый человек понимает, что посмотреть, так, так, да, хорошо, посмотреть, посмотрите в тарелку, да, что там лежит, и сами сделайте вывод, хватает ли там питания вашему телу или нет, вот, я могу, несмотря на то, что я говорю, у меня внутри психологии опыт 15 лет, я знаю все эти вещи, но даже если я вам говорить не буду, просто включите здравый смысл и подумайте, все ли там есть для того, чтобы мы жили хорошо, потому что, еще раз, питание – это насыщение организма питательными веществами, да, аминокислотами, плечаточкой, витаминами, микроэлементами, то есть старайтесь разнообразить свою пищу и обогащать ее добавками, конечно, сегодня, наверное, без этого нельзя, если у вас есть свой арсенал, пожалуйста, если вы не знаете, чем обращайтесь, то скажу, 15 лет в этой теме, так, с водичкой дружим, воду добавляем или харафил, или лимон, запомнили, только не соду, я вот умоляю, сода, в крайнем случае, вот сейчас, есть такая, ну, версия, есть рекомендация, что если мы заболеваем, что таким слабым раствором сода, как лекарство к этому относитесь, да, возможно, я не исключаю это, но не на постоянке, да, то есть это как лекарство, потому что попробуйте помыть содой чашки и увидите, да, как она, ну, я бы не стала, да, вот, просто я знаю, многие люди пьют соду, вот, но постоянно, ребят, ну, нет, вот нет, лучше хлорофим, вот, что еще, найдите себе увлечение, вот представьте себе, у вас была работа, да, вы ходили на работу, что-то делали, и счастье тем, кто мог в онлайн переместиться, да, или научиться быстро, да, что-то делать в онлайн, но те люди, которые не могут выполнять свою работу в онлайн, они, конечно, сейчас очень страдают, я это понимаю, то есть, только времени освободилось, и здесь тоже, смотрите, есть крайности, да, можно, конечно, пойти сейчас обучаться, тоже вот то, о чем я говорила в курсе про деньги, можно обучаться, ребят, и нужно обучаться, но вы должны четко понимать, чему, что, зачем вам это надо, вот, зачем, задавайте всегда этот вопрос, зачем мне этому учиться, или чему мне, чего не хватает, да, в моих навыках, чтобы делать что-то, да, чтобы продвигаться к тем целям, которые я себе ставлю, потому что обучение само по себе, всему сразу, оно, как правило, знаете, это как информационные токсины, да, они иногда нам больше вреда приносят, чем фольфы, то есть, вы всегда спрашиваете, зачем я этому обучаюсь, ну, я понимаю, что вы сейчас, например, пришли в Академию лучших живет, научиться вещам таких, чтобы стать лучшей версией себя, да, вот мне нравится тоже эта идея, обязательно этим надо заниматься, но еще раз, да, говорю, лучше что-то узнал, и сразу это применяй, вот узнал что-то, сразу применяй, прямо с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера, с сегодняшнего часа, через пять минут, сделайте сразу первый шаг, что бы вы ни узнали, сделайте первый шаг сразу же, не откладывайте, оно завтра, не откладывайте, когда вам вдруг захочется, потому что вот есть такое, ну, импульс, да, зажглись, сразу сделайте, это, во-первых, вселенная всегда нас награждает за намерение, желание это одно, а намерение, когда ты сделаешь готов, это совершенно другое, вот, так, я закончила, остановилась на чем, найдите то, что вам нравится делать, то, на что не было раньше времени, я помню, когда у меня был, ну, с одной работы уйду, на вторую, да, и две недели всего было для того, чтобы не было этого непрерывного стажа, было такое у нас, и вот эти две недели я куда-то бежала, не слазь, да, там, на какие-то курсы, потому что, ну, почему-то хотелось научиться, на что не было времени, то есть я хотела это, но не было времени, вот сейчас у нас освободилось время, да, у многих, пожалуйста, найдите на себе занятие, которое вас будет также отвлекать от того, что нам сейчас, да, стараются нас держать в таком теле, то, что вас будет отвлекать, то, что вас будет сжигать, и от чего будете получать удовольствие. Кто-то, может быть, вязать хотел, кто-то вживать хотел, кто-то, кто-то еще что-то, я вот сегодня посадила рассаду, мне особо так не было времени на это, я всегда покупала рассаду уже готовую, а кто-то решила вырастить сама, и такое удовольствие получила. Вот, у меня просто не своя земля, 18 соток, и я такая ленивая огородница, у меня огород на природном земледелии, где правила не копать, не поливать, не полоть, да, то есть это для меня. Вот, найдите, что вам нравится, и делайте это. Общайтесь с подругами, общайтесь, ну, я имею в виду онлайн, но общайтесь на те темы, опять же, что вам нравится, поддерживайте друг друга, не в плане обсуждения, что происходит, кто-то там заболел, кто не заболел, а вот своими какими-то вот такими открытиями делитесь, обогащая друг друга. Потому что, когда вы находитесь на высоком таком тоне, то тоже лишних килограмм нет места, они не приживутся. Когда человек падает по тону, вот он как раз начинает заедать, очень неплохо, начинает как-то радоваться какой-то конфетке, ну, недолго, да, потом хочет еще одну съесть. То есть вот это вот, в такое болото можно влезть очень легко, когда мы опускаемся потом. То есть держите, общайтесь с теми людьми, которые вас не будут загружать с этими проблемами, а которые будут вам помогать держаться в хорошем таком состоянии. Вот, что-то я, а, там вопрос у меня был. Смотрите, за лицом. Ну, во-первых, еще раз говорю, ошибка является то, что женщины, это девушки, молоденькие девушки, бегут к косметологу и делают всевозможные инъекции, которых, ну, неразумно, вообще никак неразумно. У меня была такая женщина, кто-то моего возраста, где-то в классическом физике, вот, и когда она собралась сделать пластику, нити, а это ведь очень болезненно, это потом синяки, это потом такие травмы, я ей говорю, зачем ты это будешь делать? Я не могу, вот у меня здесь визит, и вот женщина, которая, ну, 60 лет, женщина самодостаточна, она должна чувствовать себя уверенно, и она ведет себя как подросток, то есть там где-то, там, и вот какая-то неуклюжая, и она не может, когда у нее что-то здесь, человек страдает. Как вы думаете, спасет ли такого человека, спасут ли эти нити? Ну, хорошо, там, сделала она это, прихожу через две недели, вся в синяках, все болит, все натянуто. И, знаете, мне так и не удалось, я не люблю убеждать, я, конечно, ее и не убеждала, но не сказала свое мнение, я говорю, ведь я не делаю принципиально, принципиально, почему, потому что это путь тупиковый, только на него встанешь, и все, и сразу, и себя прям вот возьмут в оборот, ты будешь, и ты оттуда уже не выйдешь, да, сначала тебе захочется эту морщинку брать, потом следующую, потом еще что-то, еще что-то, все, и ты туда только деньги будешь носить, но здоровье-то у тебя не прибавится, глаза-то у тебя не будут блестеть, энергии-то у тебя не прибавится, а получается так, молодое лицо в старом теле, это выглядит смешно, это выглядит неэстетично, это выглядит, ну, мне кажется, немножко странновато, да, и женщины такие выглядят такими подростками, что ли, малолетками, комплексующими, зачем нам это надо, да, поэтому в каждом возрасте есть своя, своя красота, да, ухоженность нужна, и для этого надо опять же пить много воды, потому что состояние кожи, лица, это влага в теле, для этого надо, чтобы была хорошая костная структура, потому что, когда у нас кость неистонченная, да, она не будет усыхать, ну, смотрите, кость, она же постепенно тоже усыхает, если не хватает ей питательных веществ, если не хватает кальция, да, если не хватает белка, кость немножко так усядет, связки повиснут, да, то есть я вам просто рассказываю, вот это, это механика, это вот физиология, связки растянуты, как, чтобы мы не делали с кожей, связки растянуты, поэтому задача-то какая? Питаться, чтобы были, чтобы были мышцы, чтобы были кости крепкие, да, не было стеофороза, и чтобы были святки, а поэтому и важно, да, и чтобы сера была в организме, да, вот я имею в виду, да, это можно отдельно добавками, можно из пищи получать, чтобы был хадритин, глюкозанин, опять же, это может быть, из пищи, это можно добавками, витамины, витамин С, то, что нужен коже, обязательно, но опять же, натуральные, но не синтетические, мы понимаем, я говорю сейчас о забавках, о натуральных веществах, не о том, что продается в аптеках химически, это немножко другая вещь, там тоже надо рассматривать, как медицинские препараты, потому что если дефицит каких-то витаминов, и мы будем пить химически, то там по каким-то другим может быть, гипер, то есть витаминоз, с натуральным витамином, такого не происходит, но мы немножечко в сторону, но я отвечаю на вопрос, потому что мне кажется, это важно, поэтому кожа должна быть ухоженная, а не идеально молодой, не может она быть всегда, как в 20 лет, не может, ребят, мы вот возраст еще совсем победить не можем, но что я делаю вам скажу, значит, то, что я перечислила, это в меня обязательно, каждый день коктейль, витамины я пью, водичку, но я еще, вот сейчас давно не делала, сейчас опять возобновляю, завтра с него дня, ну, такими курсами делаю, раньше ходила к косметологу на массаж, это единственное, куда я ходила, ну, услугами косметолога пользовалась, единственное, это массаж, давно не ходила на массаж, но когда я приехала из Японии, вот, мне что-то, вообще японская философия настолько понравилась, я купила себе книжечку с японским массажем, там, самомассаж, очень, 5 минут буквально, и все, 5 минут с утра, вот, поэтому могу с вами поделиться, кто, напишите мне, я пришлю про, эту книжку, я сканировала ее, ага, понятно, значит, смотрите, что, так, по этому, по одному вопросику я ответила, да, с яйцом, сейчас, еще раз, хорошая косметика, косметика должна быть хорошей, потому что трансформально мы также, также в организм себе что-то даем, плохое или хорошее, поэтому дешевая косметика, шерпотреб лучше не использовать в любом возрасте, да, вот многие говорят, девочка там пока, ну вот, правда, лучше никакой, чем, чем дешевая косметика, потому что дешевая косметика, как ее узнать, там на первом месте будет минерал, ой, да, минеральное масло, то есть это вот, опять же, по косметике можно делать что-то отдельно, вот, хорошая косметика, водичка, питание, если, по поводу калорий, смотрите, опять же, если вы будете делать то, что я вам сказала, да, хорошо завтракать, почему белок, овощи, да, и вот углеводы не быстрые, если вы не будете запускать углеводный процесс с утра, вот, сладенькое, вам не, вы не запустите вот это вот желание перекусить, желание съесть что-то, вы научитесь питаться, если вы хорошо плотненько покушали утром, не кашкой, да, какой-то там сладенькой, а если уж эта каша, то это должна быть цельная крупа, очень хорошо, кстати, пшено, да, это обязательно должно быть что-то, или сыр, или яйцо, да, яичницу, то есть хороший плотный завтрак, тогда вам долго не будет хотеться кушать, и не так много там углеводов, ребят, я вот, если честно, не люблю считать калории, я люблю прислушиваться к своему организму, потому что, когда мы правильно едим, когда мы убираем быстрые углеводы, когда мы не запускаем этот углеводный процесс, когда мы пьем воду, когда мы едим много овощей, то постепенно все это выстраивается, и вы не будете больше съедать, я не придерживаюсь того принципа, когда говорят, что надо там пять раз в день кушать, да, я считаю это неправильно, ну вот никак, нет, правильно, неправильно, я вот, ну, мне много, да, мне много, я на своей жизни подняла, на своем опыте, хотя пробовала так питаться, мне этого много, достаточно, вот три раза, вот прямо за глаза, иногда два даже раза я ем, по поводу, еще, да, очень, вот, чтобы не забыть, очень, очень полезно делать интервальное голодание, да, вот, мне нравится эта идея, во-первых, мы даем отдохнуть нашему, нашему прислывательному тракту, там, почистить все, и раз в неделю, вот эта вещь, очень полезная будет, вот, то есть, это, ну, не, не голодание, как такое, там, надолго, а вот, например, с пяти часов вечера, да, и до утра, до одиннадцати можно, вот так, это еще очень полезно, вот, по поводу, если тем более, если сидячий образ жизни, и вы будете хорошо завтракать, и хорошо обедать, и не будете, вот, перекусывать в процессе, там, чаек с конфеткой, еще что-то, у вас будет стоять, вода простая, лимон, с фислорозилом, у вас не будет даже, вот этого вопроса не возникли, да, вам будет достаточно, потому что, когда она, и, конечно, когда полноценная еда, да, когда будет питать витамин, иногда хочется кушать, не потому, что нам мало еды, а потому, что она пустая, если мы не доедаем, опять же, полезности каких-то, то наш организм диктует, вот, это состояние голода, и из количества начинает набирать, да, то есть больше надо съесть, чтобы получить, вот, что-то важное, поэтому это такая, ну, своеобразная обманка, да, организма, вот, на это тоже нужно обращать внимание, поэтому питаемся, любя себя, да, а не просто, что-то там, бутерброд, или только, как в топку, видите, есть два вида питания, да, для получения энергии, и это как раз углеводы, это правило, хочется быстро получить эту энергию, тогда не важно, что съесть, а тянет тогда, как раз к сладкому, к такому жирному, чтобы быстро, да, вот это вот, почувствовать энергию, а если мы не будем, во-первых, дожидаться, вот этого сумасшедшего города, когда там хочется, что у нас есть, а будем понимать, что, вот, при первых каких-то, ну, я люблю кушать, когда у меня появился, первый такой признак, ну, прям, что-то такое, захотела, да, первый такой импульс, я пью воду, и через полчаса где-то кушаю, организм, он диктует нам все сам, надо научиться его слушать, и надо понять, почему, например, он хочет сладкого, да, первое, как я сказала, это недостаток энергии, возможно, тогда надо, может быть, больше отдыхать, потому что, когда мы сидим у компьютера, это не значит, что мы вот сидим и ничего не делаем, а головной мозг, впрочем, требует очень больших, большой энергии, но тоже мы иногда говорим, ну, как же без сладкого, мозг, мозгу нужна сладкая, ничего подобного, ребята, это все, мозгу нужно то, что нужно телу, да, правильный жир, омега нужна у мозга, затем нужен мозгу, вода нужна мозгу, питание, белки нужны мозгу, а не сладкая, потому что это мы вот его, знаете, как, ну, на тебе, ну, поработай, то есть, это как загнанная лошадь, которую мы достигаем, вот, пожалуйста, питание, 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 не еда, в топку, а мы любим себя, и мы знаем, зачем мы это делаем, да, вот, зачем я это делаю, для того, чтобы была работоспособность, для того, чтобы сохранить молодость, для того, чтобы сохранить фигуру, займить, или приобрести, для того, чтобы энергии было много, для того, чтобы кожа была подтянутая, да, красивая, для того, чтобы глаза блестели, вот, да, и если мы на эти все, вот, ну, вот, я вот хочу, чтобы было это, 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 да, а не так, что, ой, надо что-то делать, а то у меня вот это, а то мне болит, а то мне там еще, а то мне хочется полежать, или мне, у меня лишние килограммы, знаете, то есть, мы к чему-то идем хорошему, или мы вот хотим от чего-то плохого, а нас оттуда никто, не отпустит нас оттуда никто, если мы будем вот именно в такой позиции говорить, то есть, наше тело не отпустит нас, оно не любит, когда его насилуют, когда его ущемляют в чем-то, это то, о чем я сказала, если мы, ну, мы можем посадить себя в состояние ограничения, но в итоге мы получим что, истощение организма, у нас системы организма, да, мы можем заработать все угодно, а в молодом возрасте можно сорвать гормональную систему, то есть, от того, что мы будем есть один раз в день, какой механизм мы запустим, смотрите, когда мы нормально питаемся, и организм наш в расслабленном состоянии понимает, что он получит самое полезное и ценное и утром, и в обед, и вечером, но такое, что не навредит ночью, да, он находится в расслабленном, спокойном состоянии, и, как я уже сказала, да, каждая клеточка, она выполняет свою функцию, и за клетками идет обмен, да, вот клеточка, она как, она питается, и она отдает лишнее, все, да, шлаки, токсины, то есть, она очищается, и обмениваются, обменные процессы, вот все это идет налажено, спокойно, в таком ритме, когда все хорошо, а теперь представьте, так, я, все, мне лишний килограмм, мне нельзя кушать, мне нельзя, и я раз, и загнала себя в режим, один раз в день питаться, или страх, ой, это боюсь есть, это боюсь есть, то есть, я загнала себя в состояние стресса, и спазмирования, да, мало того, что, вот, само состояние, это, оно уже все нарушает, да, уже обменных процессов не будет, но организм, он начинает работать в режиме экономии, то есть, он понимает, что его и завтра не накормят как следует, и послезавтра не накормят как следует, он начинает запасать, то есть, вот, часто женщины говорят, ничего не ем, вообще уже ничего не ем, а все равно поправляются, понимаете, это как раз об этом, потому что организм, еще раз, как я сказала, да, как я сказала, очень мудрый, и очень умный, он не будет делать, что-то, что ему не надо делать, что и делают за него, ну, предположим, да, мы накормили мозг сладким, да, ну, и тогда зачем ему эти длинные углеводы, из которых он будет, вот, вот, эту энергию добывать, ему лучше тогда попросить еще раз булочку, еще одну, еще плюшечку, еще конфетку, шоколадку, да, зачем ему тогда вот работать, так же здесь, если один раз нет, накормили, второй раз не накормили, в режим строгой экономии такой, человек впадает, и как только где-то лишнее, получается там, лишние калории, или лишняя еда, все идет сразу в запас, по-другому не бывает, и тогда человек, вот, 19 лет, понимаете, 19 лет, девочка может себя посадить на вот эту иглу, и всю жизнь только набирать вес, потому что как только она расслабляется, да, как только что-то больше выпадает, тогда вес в раз идет в запас, поэтому обязательно нужно это все объяснять и начинать нормально питаться, как по-другому, просто еда должна быть больше овощей, много овощей, рыбка, мясо, сыр, сметанка, творожок, да, яйца, пожалуйста, кто сказал, что это, от этого полнеет, да, булочка, бутербродик, сухомятка, кофеек лишний раз, конфетка, чаевничаем мы постоянно, да, вот оно, откуда, что берется, поэтому, если вы прийти, и поймете, да, обратите внимание, первое, это цель, зачем мне это надо, да, и дальше делать все для себя с любовью, я делаю это для того, чтобы, да, а не я боюсь, и я не знаю, что мне делать в такой памяти, да, я делаю, потому что себя люблю, я делаю, потому что хочу выглядеть хорошо, и 60, и 70, и 80, они так, что мне сейчас делать, а что будет завтра, получается, ход трава не расти, понимаете, как мы живем, нам любыми судьбами убрать эти 5 килограмм, а завтра ход трава не расти получается, потому что если мы агрессивные их уберем, они вернутся и приведут еще к собой парочку, чего мы хотим, все время на качелях, или идти спокойно по жизни, не без стресса, по спокойности, любовь, да, еще, последнее, да, пожалуйста, вот я говорила это девочкам, когда мы работали с деньгами, возьмите тетрадку и пишите утренние страницы, кто уже попробовал, понимает, вот о чем я, сейчас, проколадание скажу, пишите, я себя люблю, три страницы, каждое утро, я люблю свое тело, да, если вы как-то комплексуете, я люблю себя, я люблю, и дальше то, что вызывает у вас какие-то, может быть, негативные эмоции, утренние страницы, это самый простой и незатратный, да, кроме 10 минут утром, вы ничего больше не потратите, не надо тратить огромные деньги на психологов, на коучи, на кого угодно, то есть все можно делать самим. По поводу голодания, я делала пару раз голодание сухое, хочу вам сказать, если делать интервальное голодание раз в недельку, или реже, или чаще, не важно, никакое голодание делать больше не нужно, вот правда. Единственное, что бы я рекомендовала делать, как нутрициолог, и то, что я делаю всегда, и все мои знакомые, да, тоже делают это, хотя бы раз в год, делать программу очищения, не голодания, а очищения. Я это называю реабилитацией желудочно-кишечного тракта, потому что и состояние кожи, и состояние организма в целом, и состояние вообще вот, ну вообще все начинается с живота, знаете, не просто так, да, говорят, что живота, жизнь, да, все начинается оттуда, и если раз в год, особенно весной хорошо, мы будем проходить грамотные, да, не мониторинг, когда там очищают только толстый кишечник, а в принципе это и не физиологично, и неразумно, а приводится в порядок вся пищеварительная система, да, это процесс не быстрый, это вот трехмесячный, программа я прохожу, но зато после трех месяцев ты понимаешь, как меняются пристрастия к еде, например, да, вкусы меняются, если раньше там тянула себя на сладкое, на дрожжевое, до трясучки, после такой программы все проходит, потому что иногда наши вкусы, наши пристрастия совсем не наши, да, вы понимаете, сейчас о чем я, то есть там и тортиогрескова, то есть и прозитарная включена, здесь очень грамотная, и заселение флоры, после такой программы уходит процентов, иногда 70-80 проблем со здоровьем, да, то есть вот я за разумность, за физиологию, за грамотный подход, за системный подход, нельзя вырвать что-то, вот я хочу голодать, вам без всяких особых таких знаний, да, человек начинает голодать, либо одну методику, вторую, третью, то есть постоянно что-то экспериментируй, лучше поискать, изучить, понять, выработать свою вот концепцию, вот на, так сказать, когда все голова холодная, да, не на эмоциях, не поверив кому-то, а просто разобраться в этой теме, потому что, если мы станем профессором для себя, для своего организма, мы подарим себе самый большой подарок жизни, потому что жить, испытывая энергию и здоровье, это великое счастье, тогда и включается, появляется желание, намного, ну, другие желания, да, когда ты хочешь не просто, там, что-то для себя, а уже хочется больше, большего, здоровье, это, это ценно, и это важно, и вот опять же, да, когда я с деньгами работаю, все говорят о ценности здоровья, да, когда мы разбираем, ценность, абсолютно каждый человек говорит, что для него здоровье, это ценность, но когда начинаешь разбираться, а что ты для этого делаешь, практически никто ничего, да, или, или не понимает до конца, что можно сделать, или времени нет, или денег нет, или там еще, 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 масса, 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 масса причин, почему этого не делаем, вот, а хорошая фигура, она включается в здоровье, то есть, тогда это правильно, если мы будем, опять же, до самого начала, если мы будем связать себя, если мы будем ущемлять, если мы будем бороться, то это, даже если мы добьемся идеальной фигуры, вряд ли принесет нам это удовольствие, счастье, вот, вот как-то так, если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я с удовольствием помогу разобраться, и подскажу, если буду полезна, буду очень рада, спасибо, что, что пришли, надеюсь, связь была хорошая, потому что, что-то у меня зависало, несколько таких моментов, было, поэтому не знаю, какое качество, какое качество связи было, вот, ну, вопросы еще есть какие-то, или я могу закругляться, напишите, пожалуйста, чтобы я понимала, что я не сама с собой, все это время, да, спасибо большое вам, что были, что пригласили, я каждое утро в 11 часов провожу прямые эфиры в инстаграм, можете тоже приходить на мой аккаунт, вот, хочу быть максимально полезной, потому что опыта много, и в области митрициологии, и в области финансов, и бизнеса, поэтому я буду рада, если кому-то буду полезна. Все, пока, всего самого хорошего.